Уже до конца этого года на полуострове станет еще больше российских каналов. Как это сделать максимально оперативно и качественно, обсудили на уже традиционной для Крыма конференции представителей кабельной и медиаиндустрии. О нововведениях на рынке коммуникаций расскажет Екатерина Наумова. Возвращение Крыма в Россию приведет к серьезным изменениям на рынке информационных услуг республики, уверены участники конференции. Во-первых, это станет фактором прогресса интернет-технологий, которые сейчас в Крыму уровнем на порядок ниже, чем в других регионах России. Решать проблему будут прокладкой оптоволоконных сетей. Это позволит увеличить количество потребителей интернета. Во-вторых, преимущество российской прописки Крыма каждый житель республики ощутит, в том числе и с помощью телеэкранов. Новых ТВ-каналов будет еще больше. Сегодня разрабатывается дорожная карта и программа развития Крыма. Она рассчитана на несколько лет. В этой программе со стороны нашего министерства заложена реконструкция крымской телевизионной компании, создание практически новой типографии и серьезные работы, связанные с обстановлением телевизионного сигнала. Процесс расширения телевизионного пространства на полуострове имеет большое значение. Все российские каналы, в отличие от украинских, вещают в HD-качестве. И это далеко не единственное преимущество. У нас очень много каналов HD, все ведущие каналы, они дают картинку сверхвысокого качества. Во-вторых, надо отметить, что у нас эфирное цифровое телевидение не шифрованное, в отличие от украинской версии. И оно принадлежит государству, опять же, в отличие от украинской версии. Поэтому в рамках программы цифровизации России каждый регион получает как минимум два мультиплекса. Это 20 каналов эфирного цифрового качества в нешифрованном виде. То, что российские телевизионные каналы по душе крымчанам, нет сомнений. Об этом говорят результаты соцопросов. Не надо оценить нам целесообразность дальнейшей трансляции каналов, особенно если в их эфире мы видим эскалацию какого-то насилия, пропаганду напряженности, скажем так, и так далее. Но это все равно все должно быть урегулировано рыночными механизмами. Вы знаете, в наш адрес и в адрес нашего министерства приходит достаточно большое количество обращений граждан, исходя из которых мы можем понять их вкусовые предпочтения. Они хотят смотреть сейчас российское телевидение и не хотят смотреть украинское. В этой связи операторам нужно следовать, я так понимаю, этой тенденции, потому что если они этого делать не будут, они просто потеряют зрителя. Сейчас техническая возможность трансляции российских телеканалов на территории полуострова есть. Некоторые кабельные операторы уже перестроились под новые стандарты. И крымские телезрители могут увидеть ряд программ. Остальные операторы обещают подключиться к трансляции до конца этого года. Екатерина Наумова, Олег Бойко, Алексей Романов. Время новостей.